добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи вадим галкин ответы на вопросы вадим добрый день добрый день коллеги прежде чем я задам свой вопрос пожалуйста пишите ваши вопросы в чате некоторые из нас из них мы уже получили ну чтобы предварить вопросы на тему которые будем обсуждать мы обязательно конечно обсудим и стратегии и декатор который мы смотрим сигналы по данному декатор во время каждого эфира но начать хочу с темы которая только что имела место это банк англии не стал поднимать ставку рефинансирования процентную ставку а уже лет 7 держит ее на уровне полпроцента вадим для вас стало удивительным это событие или вы думали снижение и хотели на этом заработать или вот то что оставили ставку и фунтик выстрелил на 268 пипсов это как бы то чего вы ожидали да нет честно говоря я вообще не особо как бы на фунте сконцентрирован силу того что у нас он торгуется слабенько вот и как бы этому а на международном рынке мы не ну сейчас вообще практически не присутствуем поэтому я особо честно я не заморачивался на эту тему но я так чисто так интуитивно мне казалось что эта ситуация так и будет развиваться потому что вы сами сказали 7 лет не меняли чуще сменить такой смысл ничего не изменилось по большому счету я согласен но ваша логика согласитесь немножко хромает из-за брекзита 30 лет были в евросоюзе а потом вышли но тут нет и так и тем более как бы ни к чему это зачем и так есть дестабилизирующий фактор зачем это делать тем более видеть это знаю что здесь некие ожидания да на этот счет смотрите как раз это укрепил фунт чем плохо да без сомнения все все специалисты финансов рынка понимает что крепкая валюта основа экономики без сомнения поняли вас вадим спасибо большое евгений больших спрашивает добрый день вадим если ощущение что рубль придерживают в последнее время от укрепления нет у меня нет ощущения что рубль придерживают у меня скорее как раз есть ощущение что рубль укрепляется неадекватно скажем так неадекватно состоянии рынка нефти это это не то что ощущение абсолютно количественная как бы оценка в последнее время нефть скажем так потихонечку сползает вниз потихонечку до в коридоре в таком наклоном коридоре она потихонечку скользит вниз вот а рубль напротив потихонечку тоже точнее доллар против рубля тоже потихонечку скользит вниз поэтому сказать что так сказать кто-то чего-то придерживает на Наоборот, по какой-то причине рубль крепок, я, честно говоря, не очень понимаю, почему это происходит, честно скажу. Не очень понимаю. Я думаю, какие-то технические факторы, скорее всего, может какой-то дефицит ликвидности рублевый. Не могу сказать, в чем тут дело. Может быть, просто общее настроение, может быть, какие-то корпоративные события на это влияют. Но факт то, что вот эта эластичность по доллару, в смысле, по нефти, она как-то исчезла почему-то. Да, посмотрите, сегодня утром буквально... Сегодня 63.11 мы показали на споте на рубле, а нефть в это время, в общем-то, и подседала, можно сказать. Хотя, сейчас, вот смотрите, так, интересные события, сегодня так, интересные события разворачиваются у нас на нефти тоже. Тут интрига тоже закручена сильно, конечно. Ну, тут, Игорь, надо построить немножко за волей длительный период нефть, тогда будет понятно. Она все-таки в таком наклонном коридоре скользит потихоньку вниз. Очень слабо вниз, но вниз. Да, да, начиная, если за два года построить, в июле 2014 года она была 120. Поэтому понятно, со 120 и там... Да нет, даже вот, условно говоря, там в конце мая нефть стоила в районе 50. Сейчас она, ну, я имею в виду, значит, WTI. Сейчас она стоит 45-20. Вот, и, то есть, практически 5-рублевая, да, это же 10-процентное падение нефти, начиная, там, наверное, с начала июня. Вот, поэтому, ну, в общем и целом-то нефть потихонечку скользит вниз, а на рубль-то, в общем, укрепляется. Поэтому, вот, ну... Понятно. Есть некое, так сказать, расхождение, да, то есть, вот эта вот регрессионная модель, которую, в общем-то, многие построили между нефтью и курсом доллара, она, в общем, на сегодняшний момент претерпевает некоторые там флуктуации относительно ее. В какой степени она работоспособна на сегодняшний момент, это нужно, ну, там, считать всякие там статистики, смотреть. Отклоняется она от этой статистики, не отклоняется. Конечно. Математики, там, гипотезы статистически изучать, ну, это пусть математики это делают. Да, согласен. Ну, даже невороженным взглядом видно, как меняется корреляция от максимальной до минимальной. Мне кажется, в течение недели мы видим самые разные показатели. Вот, согласен с вами абсолютно. Ну, что, Вадим, я предлагаю обсудить следующую тему нашу, ваша стратегия доллар-рубль и другие стратегии, которые хотите обсудить. Вот я вижу, пока доходность затормозилась, она так в боковике идет. Что у робота вызывает, скажем так, сложность движения наверх? Сама вот эта нестабильность рынка текущая? Да, вы знаете, на самом деле дело не в нестабильности, а как раз скорее в стабильности. Практически волатильность на нет сошла на рынке на рубль-долларе. И, в общем, естественным образом ожидать эффективности в таких условиях достаточно сложно. Поэтому, в общем-то, рубль-доллар и так же, как и евро, так же, как и некоторые другие инструменты, по сути дела, потеряли интерес. И, в общем и целом, планирую, в общем, наверное, в следующей неделе, наверное, будет последний перед отпуском, потом пару недель возьмем перерыва. Вот, тем более, вот видите, такие, как бы, да, рыночные обстоятельства, что, в общем, волатильность почти на нём со плана на ноль. Хотя, кто знает, она, конечно, может выстрелить в любой момент, но тоже, как бы, мы не можем совсем, как говорится, без отпуска быть. Поэтому, ну, в общем, вот рубль-доллары, да, это рынок, который демонстрирует, по сути, такое засыпание. Он и по энергетическим критериям, таким, как, там, например, индикатор EDX практически в нуле, да, и по длинным, и по средним периодам. И вот persistent check тоже в минусах, то есть там, причём как короткий, так и длинный, там практически всё полностью в антиперсистентности, то есть рынок колеблется вдоль каких-то там уровней, все уменьшающиеся амплитуды, поэтому, по большому счёту, в общем-то, на этом рынке делать-то и нечего сейчас на сегодняшний момент. Понятно. Вот, и я, как бы, вызываю всех это иметь в виду. Да, понятно. Да, да, вот я хотел заполнить, что мы с вами ещё весной обсуждали, что 15 июля, 15 августа, такое глухое время, когда самое время для отдыха, для поездок. Вот, Вадим, я что предлагаю? Я предлагаю, давайте, может быть, посмотрим по persistence check-индикатору, может быть, что-то, вы говорите, что в целом низкая волатильность, а может быть, есть какие-то отдельные истории, которые мы можем использовать в работе, может быть, что-то есть повеселее какой-то из... Да, нет, повеселее, да, безусловно, есть, это, в первую очередь, рублёвые активы, то есть это акции и фьючерсы на акции, тот же Лукойл, это тоже Сбербанк, это тоже Роснефть. Вот эти инструменты, они очень даже, так сказать, вы откройте результаты стратегий, то есть нефть по Сбербанк, и вы увидите, что там, в общем, всё достаточно бодро выглядит. Да, мы открываем фьючерсы, правильно? Да, да, ну вот там, например, там тоже, вот, да, вот Сберфилд, да, например. Сберфилд, давайте откроем. Так, у меня этот... Сейчас, пью. На сайте МФД меня постоянно этот, пытает антивирус. Так, у них там что-то жёсткое, видимо, какая-то система стоит. Или много хотят получить, или какие-то, может быть, я не знаю, учитываются параметры или что-то, антивирус прям капризничает всегда. Стратегия Сберфуд, 35% за период, начиная с 1 июля 2015 года, уже год этой стратегии, да, у нас. Ну что, сам по себе параметр, показатель очень хороший. Вот, а как мы можем здесь, давайте включим за месяц, как мы можем здесь увидеть, что волатильность относительно выше? Ну, она, скажем так, не бог весь какая, да, сейчас, в принципе, всё достаточно квёлое, вот. Но был некоторый всплеск, вот, до 12 июля был некоторый всплеск волатильности, да, и она, в общем-то, пошла вверх. Но сейчас вот тоже там немножко там запилило, запилило в боковике, вот, и поэтому тоже, как бы, есть там некоторые проблемы. Ну, понятно, что время такое сейчас, что, в общем, наверное, трудно сейчас найти инструмент, который был бы такой очень стабильный с точки зрения, там, персистентности, трендовости. Ну, что делать? Ну, вот, Роснефть, там, получше вроде как, там, показал себя, можете показать её, вот, Роснефть. Давайте посмотрим. Так, сейчас, секунду. Что-то там. Так, Роснефть. Росф, вот это, да. Ну, вот она, видите, там, прыгнула вверх, картинка, значит, соответственно, тут вот был, да, да, вот этот всплеск, там, порядка 6%, да. Вот, то же самое, наверное, по Лукойлу можно посмотреть, похожая картина, может быть, несколько менее выраженная. Давайте. Фьючерс, на Лукойлу, Лукойл F, да. Ну, так она, по сути, на месте, да, там, пляшет. Вот, ну, потом нефть, в общем-то, достаточно прилично себя показала за последнее время. Да, что-то у вас прям, ну, то есть вот тоже, да, что нефть, в общем-то, хорошо торгуется. Ну, нефть, это иностранный международный актив, поэтому здесь неудивительно, там, все-таки, активность не так спадает, как у нас. Нет, ну, и месяц выглядит прекрасно, посмотрите, как хорошо. Да, действительно, это так, это действительно так. Вот, но в целом, я говорю, что все инструменты, торгуемые в России, в общем-то, конечно, в зоне такого вот засыпания. Поэтому ничего здесь удивляться этому не надо, если хотите, я могу показать, как это выглядит на индикаторе, вот. Ну, в общем, достаточно красноречиво там видно, давайте покажу сейчас. Да, давайте посмотрим, конечно. Ну, вот, на дневках по рубль-доллару, картинка, видите, что и короткие, и длинные у нас глубоко внизу. Мы не видим пока. А? Не прогрузили еще? Пока еще, нет, даже пока и не пошло еще. Да, странно. А, ну, вот так, сейчас еще раз. Да, да, засветить экранчик, он станет синеньким, и все, сейчас видим хорошо. Это что у нас, какой инструмент это? Это вот рубль-доллар на дневках. Мы нажали не ту кнопочку, надо было скрыть, нажать, а вы нажали блокировать. Сейчас, сейчас, еще раз. Ага, все отлично. Значит, вот мы видим, что здесь оба индикатора, и медленно, и быстро находятся глубоко внизу. То есть, это говорит о том, что и как бы в целом рынок в таком как бы боковике, и плюс к тому еще и амплитуда его просела от этого боковика. То есть, совсем такой он грустный стал, по большому счету. То есть, если бы хотя бы короткий был вверху, да, ну, это бы давало хоть какие-то возможности. Помните, как кто-то написал, как вам удается в боковике зарабатывать? Ну, вот это ровно потому, что рынок был глобально-то в боковике, но на коротком интервале он демонстрировал достаточно приличную амплитуду движения. Поэтому удавалось там что-то поймать. Сейчас все, видите, он совсем практически перестал двигаться. Вот сегодня только немножко вниз, ну, поэтому он и там, сейчас, когда позиции будут закрыты, там будет плюс определенный по стратегии. Потому что она сейчас в шорте. Ну, сегодня вот рынок просел, там, фьючерс с 65 до 64,200. То есть, достаточно сильный. Поэтому, да, будет какое-то небольшое там движение по P&L вверх. Ну, в целом, я говорю, что, знаете, вот, с одной стороны, вроде бы рынок заснул, да, и он так выглядит сонным. Но, в принципе, такие ситуации, они чреваты, в общем, появлению, да, каких-то больших движений. То есть, достаточно долго рынок вот в этом состоянии пребывает. На графике это хорошо видно, кстати говоря. И я не исключаю, что какое-то событие может даже в ближайшие дни нас удивить, скажем так. Я не буду, как бы, говорить, что это может быть, я не знаю. Может быть, политическое какое-то событие, может, экономическое, не знаю. Но вот такое долгое зависание в боковиках, оно, в общем, всегда заканчивается быстро и неожиданно. И чем больше мы висим в боковике, тем, ну, скажем так, более вероятно приход вот этого вот какого-то импакта, который поверяет в ближайшее время на динамику. То есть, я не исключаю этого, скажем так. Понятно. Ну, я думаю, что если Керри прилетел в Москву уже, то, как бы, этого можно не исключать вообще в любой момент. Ну, кто знает, кто знает, вот много может сойтись, как бы, моментов, которые могут повлиять. Ну, вот, смотрите, по евро такая же история, да, вот, тоже, тоже оба длинный вообще давно и надолго упал вниз. Верхний был, как бы, немножко вылез наверх и опять упал. Вот, ну, что, по РТСу тоже ситуация не намного, как бы, лучше, тоже похожая, да. То есть, все, все практически инструменты, такие глобальные, которые мы используем, они все провалились вниз, и, в общем, ничего хорошего нам не сулят. Вот, единственное, что, наверное, вот, там, по Роснефти, да, в общем, ситуация выглядит получше, да. То есть, мы и там, и там, в красной зоне вверху, то есть, в принципе, поэтому Роснефт там и дала какой-то там прирост нашего эквити. Значит, по Сбербанку тут, видите, ситуация противоречивая, потому что, с одной стороны, вроде глобально мы достаточно в трендовом рынке, но локально, видите, мы немножечко провалились под нулевую линию, и как раз из-за этого ровно у нас с вами ПНЛ, да, после 12 июля, это клюнул вниз. Ровно по этой самой причине. Я, на самом деле, не хочу, как бы, да, вот переоценивать значение этого индикатора. На самом деле, ведь этот индикатор, он такой, как бы, носит характер более, больше энтропийный, да, то есть, он показывает степень упорядоченности, то есть, степень погерентности процесса, с которым мы имеем дело, на данном масштабе, кстати говоря. Вот, но в целом надо смотреть не только на него, но и на энергетику процесса, потому что зачастую, например, может быть ситуация такая, что процесс, например, запутанный, достаточно хаотичный, но при этом очень большая энергия выделяется, то есть, при этом происходит какое-то сильное движение на рынке. И в любом случае, да, в общем-то, можно его поймать. То есть, наши методы, которые используют все трендоследящие системы, они, как правило, позволяют такие всплески ловить, несмотря на то, что процесс при этом по вот этому критерию, критерию persistent check, да, он будет, в общем, возможно восприниматься как антиперсистентный, какой-то запутанный, но при этом он может сработать. А может быть и обратная ситуация, когда вроде бы рынок выглядит трендовым, но настолько слабо энергичный, да, то есть, настолько мало движется реальный рынок, то есть, он вроде бы не запутанный, да, вроде бы все коррелировано, да, там, например, он потихонечку ползет вверх или потихонечку там спускается вниз, но заработать тоже по большому счету не получается из-за того, что, ну, это движение настолько слабое, что, в общем, ни к чему это не приводит. Потому что вот этот индикатор, вот, persistent check, он больше, он не характеризует мощность движения, он характеризует только его структуру, то есть, в какой степени когерентный этот процесс, то есть, как приращение связанное между собой, даже не по величине, а просто по знаку, по знаку. То есть, если упало, то что, упадет снова или вырастет сразу? Вот идея вот такая, то есть, в какой степени это все взаимосвязано друг с другом, то есть, возникают ли цепочки этих взаимосвязанностей или нет. То есть, смысл этого индикатора ровно в этом. Я сегодня, кстати, у Алины буду на эго-ритмическом четверге, покажу, расскажу об этом, поподробнее об этом индикаторе. Я его, кстати говоря, модифицировал, не буду вам забивать голову, я его немножечко перейду, я посмотрел несколько вариантов расчета, в том числе через логарифмы превращения, не только через превращение. Там особой разницы я не увидел, но и плюс я построил этот индикатор не на обычных барах, а на модифицированном, то есть, на временном представлении баров, то есть, то, о чем я говорил, там всякие крестики-нолики и прочие всякие вещи. И там действительно очень полезно оказалось, очень много информации дает с точки зрения корреляции с эффективностью стратегии, которая используется. То есть, там действительно рассматривается прям взаимосвязь. того, как работает стратегия, прям уже боевая, да, и вот показатель этой структуры, persistent check. То есть, они, безусловно, связаны, но не абсолютно коррелированы. Потому что я еще раз объясняю, что структура, да, она важный момент, но не единственный, который мы должны учитывать, в том числе и мощностный учитывать процессы. Понятно. Вот, вот как-то так. Ну, здорово, здорово. Коллеги, напоминаю всем, кто зарегистрировался на это мероприятие на вечернее. Начинается оно в 19.00 сегодня в центре города. Поэтому вовремя подъезжайте, потому что выступление начнется в 19.00 сегодня. Ну, отлично, отлично. Там будут от нас несколько человек, я знаю, что зарегистрировались, так что, я надеюсь, будет интересная беседа. Двигаемся дальше. Вадим, Евгений Больших спрашивает, какие стратегии покупки волатильности вы используете? Ну, в принципе, трендоследящая система – это уже покупка волатильности, потому что мы делаем ставку на изменение цены. Ну, вообще, в любом случае, спекуляции – это ставка на изменение цены инструмента. Просто если мы покупаем сам инструмент или там продаем сам инструмент, такой как фьючерс или акцию, мы, по сути дела, делаем ставку на то, что волатильность будет высокая. То есть там чем больше волатильность, тем больше мы зарабатываем. А продажа волатильности, она… То есть на самом деле вообще, тут, знаете, нужно как бы уточнить момент. Дело в том, что когда мы говорим о том, что мы покупаем или продаем волатильность, на самом деле мы говорим о том, что мы делаем прогноз о том, что будет с волатильностью. Мы в любом случае, да, зарабатываем на изменении цены актива. Вопрос в том, какой актив выбрать. То есть если мы говорим о том, что вот, например, данный инструмент, например, фьючерс на рубль-доллар, да, будет волатильность расти. Вот мы делаем такой прогноз. Самое разумное в этом случае, если мы готовы брать риски, нужно просто вставать по тренду. Потому что, например, покупка волатильности через покупку опциона с хеджированием, дельта-хеджированием, в любом случае принесет нам доходов меньше, чем просто покупка фьючерсов или продажа фьючерсов. Если говорить о продаже волатильности, то здесь могут быть разные подходы. Что такое продажа волатильности? Мы прогнозируем, что волатильность либо будет низкой, либо она будет еще ниже, чем она сейчас. И здесь тоже могут быть разные подходы. Можно, например, торговать коридор какой-то. И это, в общем, тоже стратегия продажи волатильности. Значит, мы прогнозируем, что волатильность не выйдет за какие-то границы разумные, что мы не получим убытки в случае, если мы все время торгуем в коридоре. То есть продаем на верхней границе, покупаем на нижней. Потому что все знают, что когда торгуешь коридор, самое страшное, это когда вдруг цена куда-то улетает. А что это такое? Это приход волатильности на рынок. То есть мы сделали ставку торгуя коридор, что волатильность будет низкой, а она вдруг стала высокой. И мы потеряли, причем зачастую многое потеряли. Можно продавать волатильность, если мы никаких гипотез относительно направления движения рынка брать не хотим. Но можно продать и акционы, колы или путы, захеджировать их по длите. И это то же самое в сущности. По сути, то же самое. Точно такой же характеристик мы несем. Что если вдруг волатильность взлетает, цена падает, базовая активность, наш акцион сразу становится дорогим, и мы сразу теряем некоторое количество хромозаработанных денег. То есть в принципе, модели торговые могут быть разные. Это зависит от того, каким арсеналом торговым человек располагает. Но по сути, это одно и то же. То есть мы всегда делаем либо вью на рост волатильности, либо вью на падение волатильности. И соответственно, выбираем инструмент, который нам по душе. Нравятся нам с акционами, пожалуйста, можно с акционами. Ведь акционы торговли, вообще говоря, базируются на тезисе, что мы ничего не знаем о рынке. Ну или почти ничего не знаем. А вот торговля базовым активом, то есть направленная торговля, она базируется на том, что мы считаем, что мы чего-то сделаем. То есть мы знаем, как предсказывать грядущее развитие рынка. В принципе, и то, и другое имеют равно существование. Я как бы в своей практике использовал и какие-то другие стратегии. Но сейчас вот от акционов я отказался, потому что, к сожалению, у нас акционный рынок малоликвидный и с ним работать тяжело. Тяжело, муторно и плюс к этому, как гарантийное обеспечение меняется в условиях роста волатильности. Это вообще отдельный разговор и это очень осложняет работу с этим инструментом. Поэтому, в общем, я попробовал, мне как бы в целом понравилась эта тема, но для российского рынка я решил на это отказаться. Ну вот как-то так. Понятно, понял. Спасибо. Вадим, на мой взгляд, нам нужно разработать такую педаль, как газы, допустим, на волатильность. Нужно добавить. Нужно отпустили. Каким образом мы можем... Что стоит, Игорь, еще раз. Что-то вы пропадаете. Интересно, каким образом участники рынка могут, в принципе, повлиять на волатильность. Это надо быть крупнейшим игроком или масса может двинуться и повлиять. Мне интересно, вы никогда не задумывались, кто наиболее активно, может быть, ранжировали как-то, кто наиболее активно влияет на рынок и на волатильность. Наверное, самое крупное – это политические события, да? Потом макроэкономик. Мне кажется, даже дело не в событиях. Дело в том, что главной информацией, которая движет рынками, это являются деньги. То есть это не события как таковые, а готовность больших инвесторов вступать в игру в каком-то направлении. То есть это какое-то view со стороны больших игроков, готовых делать ставки, готовых принимать риски и так далее. И движения, вот эти крупные движения, они возникают из-за резонанса действий игроков с достаточно большими деньгами. То есть в том случае, когда они по фазе своих выступлений, грубо говоря, совпадают. То есть если они в какой-то точке сошлись их интересы, то есть покупает не один там какой-то участник, а несколько участников, например, покупают, к этому присоединяются более мелкие и так далее, и так далее, и так далее, по всей этой пирамиде. И в какой-то момент создается вот эта конгерентная волна. И плюс к этому очень важно, чтобы реакция всех игроков на движение цены была похожей. То есть, например, если люди взяли позицию, особенно касается крупных относительно средних игроков, они взяли позицию, и как вот они реагируют на движение цены против этой позиции. То есть если, например, они взяли позицию, цена выросла, потом начала откатываться, что они делают в этом случае? Они быстро закрывают позиции или они наоборот, например, докупаются? То есть как бы усредняют позицию, улучшают среднюю сумму, которую они инвестируют. Вот реакция на движение против позиции крупных и средних игроков, она в общем формирует вот эти вот конгерентные структуры в конечном итоге. Это причем процесс очень сложный, они как бы вот обмениваются информацией друг с другом. То есть есть некая общая атмосфера на рынке, которая… рынок-то ведь информационно открытый системой, и люди обмениваются информацией через, скажем так, в том числе информационные системы. Это все вот эти Блумберги, там РБК, МФД, там, ну все-все-все, да, создают определенный фон, некую атмосферу. Даже вспомните, вот когда, собственно, вот большая девальвация у нас произошла, там, в 2014-2015 году, вспомните как бы общее настроение на рынке вот тогда и сейчас, да, ситуация сейчас экономически хуже намного, вот намного хуже экономически, чем была тогда. Но вы сравните настроение людей тогда и настроение людей сейчас. То есть люди готовы были покупать, все, доллар покупаем, дальше будет только ниже курс рубля. Сейчас, когда экономическая ситуация вообще аховая, абсолютно аховая, да, в экономике, там, дефицит бюджета 500 миллиардов рублей, то есть 4% ВВП, это, причем, официальные данные, ВВП, подчеркиваю, то есть в бюджете реально дыра третьей, то есть около третьей, да, расходов и доходов не сходятся. То есть ситуация намного хуже, чем была в 2014 году, а рубль укрепляется. Почему? Да потому что у людей настроение другое совершенно. Люди не верят в то, что доллар может быть против рубля укрепляться. Не верят, не готовы они играть в эту игру. И плевать им на эту экономическую ситуацию, плевать абсолютно. Они знают, что это игра, то есть они как бы играют в свою игру, каждый. И то, как они чувствуют эту вот перспективу, они соответствующим образом информируют свои стратегии. И какая бы экономическая ситуация ни была, ничего не будет. Да, вот правильно пишут, денег уже не осталось, денег не осталось. Хотя, как не осталось? С другой стороны, центральный банк боится избытка ликвидности, не знает, что с ней делать. Это дело не в том, что не осталось денег. Деньги есть. Вопрос в том, куда эти деньги идут. Как этими деньгами распоряжаются те, кто управляет этим деньгами. То есть я так думаю, что банки просто не верят в перспективу укрепления доллара против рубля, несмотря на понимание ситуации экономической. и так далее, понимая, что этот рынок манипулируем, в конце концов. Есть центральный банк, который всегда может решить свои задачи с легкостью. Имея 400 миллиардов долларов в загашнике, любые задачи можно решить. Поэтому спекулянты понимают, да, ну нафиг не будем мы там лезть в эти игры. Крупники точно скажут, ну нет, это беспреспективно на сегодняшний момент. И вот мы имеем то, что имеем. Поэтому на волатильность, на приход волатильности сказывается, безусловно, приход денег. А деньги приходят тогда, когда возникает коллективная, скажем так, уверенность в том, что некое движение, оно обосновано. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Вадим, поняли вас. Да, тема денег, конечно, она вечная. И 150 точек зрения на нее. Ну, на мой взгляд, деньги есть тоже, я, кстати говоря, поддерживаю, что... А вот Николай Мартынов резкую мысль высказывает. Деньги у нас есть, у нас ума нет. Ну, это безусловно. Это безусловно, вот. Просто Витя говорит, что там у людей денег не осталось. Но на бирже не деньги людей, а как бы движение ценное. Тем более у нас. Ну, я не соглашусь тоже, потому что с этим утверждением Элариона... Дело в том, что по официальным данным на начало этого года, 90 миллиардов было у корпораций, у компаний, и 90 миллиардов долларов те же самые были у населения на руках. Поэтому, как раз-таки, серьезные деньги на обеих сторонах. Поэтому нельзя... Естественно, они распределены неравномерно. Не то, что там 140 миллионов разделить на 90 миллиардов, то есть наоборот. Вот. Неравномерно. Но все равно какие-то деньги у каких-то слоев, если брать страты, уровни, у каждого слоя есть какая-то своя сумма денег. Поэтому нет, то, что денег нет, не могу сказать. Вот то, что некуда их, по сути, вложить, да, вот это большая проблема. И то, что мы толком не можем организовать, даже принять деньги в управление, поскольку законы такие, вот это вот еще большая проблема, на мой взгляд. Хотя все можно было бы при желании давно организовать и запустить. Вадим, у меня другой вопрос в этой ситуации. Прилетел Керри в Москву, во всяком случае анонсировано. Срочно прилетел. Сегодня прилетел, завтра улетит. Выступил Асад, сказал, что вот визит Керри в Москву не связан с обсуждением моей отставки и так далее. Ну вот на ваш взгляд, вообще, как вообще вопрос по Сирии может решиться? По Асаду вообще в целом? Или мы надолго там застряли, и вот это будет постоянно на наши рынки бить и ударять? Или как-то решиться? Ну знаете, я думаю, что, понимаете, уход России из Сирии, он неизбежно приведет к падению режима Асада. Вот это как бы одно с другим просто функционально связано. В Сирии у Асада поддержки мало. И в целом, скажем так, руководитель страны, который даже опирается на вооруженные силы, не имеющий поддержки широких масс населения, в общем, обречен. И в данном случае присутствие России в Сирии – это, по сути, гарантия для Асада и выживаемость его режима, скажем так. Поэтому вопрос, завязли мы там или не завязли, он упирается как раз в то, готовы ли мы принять, что Асад должен уйти. Вот мне кажется, что в этом суть. Поэтому если в реальности приезд Керри – это вопрос обсуждения некий торг относительно персонали Асада, то в этом случае появляется шанс, вообще говоря, из Сирии выйти. Но только при условии, что будет достигнут компромисс по фигуре руководителя Сирии. Если этот вопрос не ставится, то мы там всерьез надолго. Пока, то есть допустить, чтобы пал Асад, Путин этого не допустит. То есть это будет ударом по престижу уже нашего режима, скажем так. Я понял. Поэтому то же самое с Украиной, с Донбассом. Ситуация абсолютно такая же. Точно так же, как бы, уйти нельзя остаться. Вот запятую ставьте где угодно. Поэтому... К сожалению, сами себе загнали в ситуацию, когда нет простого решения. Это его практически вообще нет. То есть в любом случае, любой сценарий приводит к потере. Выход из Донбасса – потеря лица внутри страны. Продолжение действий в Донбассе – это продолжение санкций, это усугубление конфронтации с Западом, это усиление НАТО на границах с Россией, ну и так далее, и так далее, и так далее. Активизация в Донбассе – это вообще катастрофа. Это вообще катастрофа. Поэтому вот, кстати говоря, вот этот фактор, мне кажется, сейчас многие недооценивают. То есть вот возможно как бы ремейк Донбассского процесса, и это будет совсем плохо. Поэтому вот если он произойдет, потому что там, судя по всему, судя по той информации, которая поступает, есть шансы, да, как бы на негативный сценарий. То есть есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы реанимировать, скажем так, Донбасские вот эти вот процессы. Ну понятно, что для российского финансового рынка это не сильно хорошие новости, поэтому волатильность будет, но скажем так, не в нашу сторону, скорее всего, не в нашу пользу. Поэтому тут нежелательно вообще-то. А по Сирии, мне не знаю, мне такое впечатление, что Кэрри только для этого и едет. Ясно, что он едет поддавливать, может какие-то еще документы привезет, или там гитару привезет. Его, кстати, сопровождает всегда его гитара там специальная. Если кто-то видит кофор, это не деньги, как некоторые говорят. Нет, нет, нет. Это реальная гитара. По протоколу его всегда сопровождает его гитара. Он в ожидании, он никогда времени не тратит, он сидит, наигрывает на гитаре. Забавно. Я тоже не знал, что это по протоколу. Все время кофор за ним тачат, думают, что там такое, может там станковый пулемет какой-нибудь, знаете, как-то. Кстати говоря, его визит может быть еще связан с предложением Обама по СНВ. Обаме очень хочется, судя по всему, поставить точку в своем пребывании в Белом доме на такой вот ноте, что он запустил процесс сокращения стратегических вооружений. Ну, снова запустил его. И вот это предложение возможно, так сказать, тоже в пакете, который Обама, в смысле, Керри везет в Москву. То есть, я думаю, не только вопрос сирийский, и не только украинский, но в том числе, вот, я думаю, и вопрос по СНВ. И, понимаете, как, вот дело в том, что у меня такое ощущение, что, ну, нету как бы однозначной позиции у российского руководства относительно вообще отношений с Западом. Там просто понятно, что не хотят сдавать те позиции, которые кажутся, как бы, да, завоеванными, травоеванными, там, и так далее. То есть, вот, не хочется поступаться принципами, да, не хочется выглядеть слабыми игроками. То есть, например, там, спустить в унитаз Донбасс и сказать, вот, ну, все, типа, давайте дружить с Западом. То есть, дружить с Западом хочется, да, но при этом и не хочется вот выглядеть такими, как бы, ну, как, помните, Штирис говорил, болваном в старом польском проферрансе. Не хочется выглядеть, да, хочется быть игроком. Вот, поэтому суть вокруг этого вся. То есть, если, мне кажется, на Кремлю будет предложена со стороны, так сказать, американцев возможность остаться игроком, при этом поступившись чем-то, да, вот, то, может быть, и удастся какие-то вот эти вот узлы, которых навязали, да, за последние два года, какие-то начать развязывать. Весь вопрос в том, придумают ли американцы какой-то вариант, вот, который окажется, ну, такой, такой жирной конфетой, да, для наших, вот, согласятся, так сказать, наши на это предложение или нет. Вопрос. Я думаю, в этом, как бы, суть, вот, именно в международной политике и состоит. Потому что все понимают, что выходить из этого надо, вот, как только так, чтобы не потерять лицо, никто, никто пока не придет. Ну, я, кстати, как, знаете, ну, да, 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 ну, я просто хочу сказать, что это, как, знаете, когда вот, как будто война идет очень долго, да, люди уже понимают, что все, вот, воевать уже дальше нельзя, нужно какое-то мирное соглашение подписывать, но все боятся, как бы, да, что если ты инициатор, да, этого мирного соглашения, то тебя признают побежденным. Поэтому вот, ну, война продолжается бессмысленно, да, как бы, все крутят педали, не знают, куда. Понятно. Ну, кстати, насчет СНБ, договора об ограничении вооружений, там же и сами, ну, заряды учитываются, и носители. Так мне кажется, что уже вряд ли об этом будут говорить, потому что сегодня буквально объявили, что мы готовимся к запуску серии «Сармата», это новые баллистические ракеты для подводок серии «Хаски». объявили о том, что новое поколение бомбардировщиков будет разработано, которое для атак из космоса, он уходит в космос, ждет, пока Земля прокрутится, атакует и уходит назад. Ну, то есть, такие виды, которые раньше только в фантастических фильмах были, понимаете, мы запускаем их производство. Такое ограничение. Я когда прочитал, я подумал, что это шутка. Такое метелило. Ну, вы знаете, мне кажется, это больше какие-то фантазии в том плане, что мне кажется, что на сегодняшний момент Россия так сильно отстала в технологическом плане, что вот создавать такие, так сказать, передовые технологии мы вряд ли способны. И простой пример это то, что даже Суперджет-100, да, вот этот сухой Суперджет-100 не смогли довести до ума. Понимаете, тот же перспективный авиационный комплекс Т-50, который, значит, пятого поколения, это пресловутый самолет, сколько его делают, когда его анонсировали? Да, там лет 10 назад уже, да? Уже летающие были образцы. До сих пор не сделали. Понимаете, это объявить можно все, что угодно. Нужно для этого иметь основание, уверенность в том, что для этого хватит сил. В моем понимании нет сейчас возможности для создания таких систем. Да, какие-то ракеты баллистические могут делать. Почему? Потому что это, ну, наработанные вещи. Это, по сути, развитие того багажа, который был уже раньше. А какие-то прорывные вещи, типа вот этого самолета, бомбардировщика, я не верю. Вот честно говоря, я в это не верю. Понятно. Ясно. Спасибо. Вадим. Следующий вопрос Дмитрий Макс Плеер задает. 14.39. Вадим, как вы думаете, возможно ли введение фиксированного курса рубля? Хороший вопрос, на самом деле. Если бы я знал. Думаю, что нет. На сегодняшний момент, по крайней мере, нет. Это возможно только в случае, если совсем все плохо в стране, и какая-то мобилизационная модель используется экономическая, тогда, я думаю, это будет сопряжено там с, по сути, с полным уничтожением частной инициативы, частной собственности, с разрушением рынка как такового. Это, я думаю, крайняя мера, на которую могут пойти в случае каких-то радикальных, радикального ухудшения неких экономических ситуаций. Ну, как, например, в Венесуэле. Там же ведь, по сути, страна ничего не производит, вообще ничего, кроме нефти. Нефтяные доходы упали, и там, по извиняюсь, туалетной бумаги нет в магазине. И вот в таких случаях, да, действительно, всякого рода экзотические решения могут быть использованы. И там сейчас, в Венесуэле, например, военным отдали на откуп, значит, по сути, всю торговлю. То есть военные контролируют поставку товаров, их распределение, их реализацию и так далее. Это уже все. Это уже полный крах. То есть думать о том, вот просто удивительно, неужели люди, которые, как бы, находятся в руководстве страны, они надеются, что, да, они потом как-то выведут вот из этого штопора, да, и когда-то станет лучше. Да, и потом все опять заиграет, и все будет по-новому опять хорошо. Ну, не будет. Все, это край. То есть в той системе управления страной, которая сформировалась в Венесуэле, лучше уже не будет, будет только хуже, и все, и наступит конец. Это вот 100%. Можно армию, можно там, я не знаю, там инопланетян привлечь, так сказать, к тому, что он контролирует, да, торговлю, что угодно. Ну, бесполезно все, бесполезно. Пока эта система полностью не будет заменена другой, уже ничего не будет. Ничего. Вот в таких случаях, да, в таких случаях, да, возможны всякие такие вот телодвижения, вроде фиксированного курса, вроде, так сказать, карточек, вроде там, ну, чего угодно. Вот чего угодно. Вот, да, там, как помните, известный же факт, что, например, во время войны запретили радиоприемники, да, все должны были сдать радиоприемники, когда вот немцы напали на Советский Союз, всех просто конфисковали радиоприемники. Точно так же, например, где-то до, я не помню, до какого года, но еще там буквально несколько лет назад, может, лет 10 назад, было, что все внедорожники нужно было регистрировать военкомат у нас. Да, да. Тяжелое, тяжелое. Да, потому что, вот в случае там войны, значит, они все мобилизуются, так сказать, на фронт. То есть, это такие вот меры, такого вот плана, то есть, фиксация курса, да, это... Можно, конечно, вспомнить, например, Болгарию, где фиксированный курс лево, но там он фиксированный совершенно по другой причине. То есть, он привязан к евро, просто, он всегда там примерно половина от... Лев примерно половина от евро стоит. Но для такой страны, как Болгария, которая интегрирована в европейские экономические процессы, да, для нее это благо. То, что, ну, зачем мне, в конце концов, если я хочу спекулировать валютой, зачем мне нужен этот лев, который вот такой вот, его очень мало, да, когда есть евро. Лев привязали к евро, и я, если мне нужен, я себе биржевой спекулянт, или я там какой-то, так сказать, хеджер, да я выйду просто на рынок, большой рынок евро, и сделаю все с евро. Зачем мне нужен лев? Лев это просто такая, как бы, ну, внутренняя, еще одна ступенечка, да, обменная, которая позволяет, вообще говоря, поддерживать некую конкурентоспособность болгарских товаров на европейском рынке. То есть, они, меняя этот фиксированный курс, могут влиять на конкурентоспособность. Поэтому цены в Болгарии низкие, да, в сравнении с Европой. Понятно. Помнили вас, Вадим, спасибо. Вы, кстати, дали торговую идею забросить фьючерсы и поставлять туалетную бумагу в Венесуэлу. Да, 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 точно, точно. Там американцы, там была единственная какая-то фабрика, которая американская, которая делала эту туалетную бумагу, американцы решили уйти, и, значит, Мадуро там потребовал, чтобы, значит, тоже там чуть не военные взяли под контроль эту фабрику, товар первой необходимости, значит, поставлять населению страны. А врагами все объявили, значит, естественно, американцев, понятно, они самые главные враги, и отечественный бизнес. Вот кто, значит, у них главные враги Венесуэлы. Знаете, Венесуэлы, даже если бы ее не было, это, по-моему, лучший пример результата социалистического развития. Вот зарубили рыночную, и все, без света, без воды, без туалетной бумаги. Женщины, мне понравилась новость неделю назад, женщины прорвались за границу в Колумбию, через границу ломанулись, чтобы там что-то как-то... Да, там, да там, более того, значит, и Колумбия, и Венесуэла периодически открывают границу для того, чтобы, значит, приграничные, из програничных областей люди имели возможность отовариться, значит, в соседних странах, то есть, в частности, в Колумбии. Это вот прямо официально, они официально открывают границу, понимая, что они не могут, не могут прокормить людей. Да. Понятно. Евгений Больших задает вопрос, Вадим, как вы считаете, смягчение монетарной политики ведет к увеличению конкурентоспособности продукта страны? Иными словами, дешевле, это хорошо или плохо? Смотрите, смягчение монетарной политики, это на самом деле, насколько я понимаю, речь идет о снижении ставок, то есть, о том, что, как бы, стоимость денег становится меньше. Раз стоимость денег становится меньше, значит, валюта, вообще говоря, становится дешевле. А если валюта становится дешевле, то да, безусловно, это формально приводит к увеличению конкурентоспособности национального продукта. Вопрос в том, есть ли этот продукт или его нет. Понимаете, как если у вас, вот как в российской ситуации, значит, после 99-го года девальвация, она способствовала, скажем так, быстрому выходу из кризиса за счет того, что реально произошло импортозамещение в тот момент, потому что была очень конкурентная среда и в рамках этой конкурентной среды этот эффект сработал. А сейчас в России этот номер не проходит. Силу того, что нет рыночной экономики. То есть, тогда она была, сейчас ее нет. Точнее, она как бы такая, полурыночная. Поэтому этот эффект не работает. А тогда работал. Понятно, поняли вас. Спасибо большое. Евгений Больших пишет, я все про Британию, Игорь, Вадим наш человек. Ну, у каждого специалиста своя точка зрения тут, естественно, естественно. Я, например, абсолютно убежден, что сильная валюта, основа сильной экономики тут меня ничем не сдвинуть. Пример США, вот это убеждает меня на 101%. Ориентироваться надо на лучшее. Что же, мы же не на Венесуэлу будем ориентироваться, наверное, все-таки. Мне кажется, здесь немножко как бы есть, то есть, вообще в экономике нельзя, как мне кажется, обсуждать какие-то вопросы, ну, как бы забывая о временном контексте, потому что вопрос о смягчении политики монетарной, это вопрос о преодолении каких-то кризисных тенденций, а крепкая валюта, крепкая национальная валюта, это скорее такое, ну, показатель, ну, как бы рассчитан на некий период, то есть, это как бы некая цель, да, вот цель в конечном итоге, да, получить крепкую валюту на фоне крепкой экономики. А смягчение, смягчение, да, денежной политики и ослабление национальной валюты, это пожарная мера, которая позволяет на каком-то этапе добиться неких конкурентных преимуществ. То есть, это не цель, это средство, да, исправить какие-то пропорции, то есть, может быть, помочь, это как налоговое стимулирование, да, ведь вот снижение налогов, да, это тоже такая мера, которая позволяет создать конкурентные преимущества. Но это не значит, что это мера, во-первых, на все времена, и, во-вторых, это вообще не показатель того, как бы, сильной экономикой или нет. Поэтому смягчение монетарной политики это всего лишь мера пожарная, как бы, а крепкий курс, конечно, характеризует, безусловно, всегда сопряжен на каком-то длительном периоде. В целом, сопряжен, безусловно, это показатель крепкой рыночной экономики. Понятно, понятно. Спасибо, Вадим. Ну что, спасибо вам огромное за ваш обзор ответа на вопросы. Желаем вам успешного выступления сегодня вечером на техническом четверге у Алины, и надеемся, что там будет видео, которое мы здесь обязательно покажем и посмотрим. Хорошо, спасибо, да, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...